Привет, роднулькины! Я надеюсь, что среди моих подписчиков очень много фитоняшек, качков, бегунов, пловцов и других спортсменов всех мастей, а также просто тех, кто хочет похудеть к лету. Потому что сегодня мы с вами посмотрим на Huawei Band 6 и его возможности, в том числе спортивные. Меня зовут Роман, вы на канале SoftTouch. Поехали! На корпусе есть только одна клавиша, которая включает устройство, активирует экран и позволяет перейти в главное меню. Силиконовый ремешок очень мягкий, а самое главное, что он не собирает пыль и ворсинки. Кстати, часы доступны в трех цветах. Черные с черным ремешком и золотистые с оранжевым либо с розовым ремешком. Единственный нюанс в том, что крепление проприетарное, а соответственно выбор ремешков будет не таким широким, как хотелось бы. Весит Huawei Band 6 всего 18 грамм. Его корпус выполнен из стеклоармированного полимера, который устойчив к механическим повреждениям. Он не будет отягощать запястье во время занятий спортом, а также не будет мешать во время сна. Браслет защищен от влаги и пыли по стандарту 5 атмосфер, поэтому мыть руки и плавать в нем можно. Даже получится управлять браслетом мокрыми руками. Диагональ экрана Huawei Band 6 1,47 дюймов. На дисплей помещается много полезной информации и это очень удобно при просмотре уведомлений. Все дело в его ширине. Сюда установили AMOLED матрицу, которая гарантирует настоящий черный цвет, хорошую насыщенность и энергоэффективность экрана. Дисплей устойчив к царапинам. По крайней мере за время моего использования на нем не появилось ни одной микроцарапины. Экран имеет качественное олеофобное покрытие, поэтому отпечатки пальцев можно легко вытереть. Кстати, если установить максимальную яркость экрана, то он будет читабелен даже при ярком солнце. Есть возможность установить желательный тайм-аут дисплея и активацию экрана при поднятии руки. Странно, но несмотря на OLED матрицу, здесь нет функции Always On Display. Управление здесь довольно привычное, осуществляется с помощью свайпа. Свайп сверху вниз – открытие шторки быстрых настроек. Снизу вверх – просмотры уведомлений от приложений. Слева направо и справа налево переключение между виджетами. Huawei Band 6 традиционно подключается через приложение Huawei Health. Которое можно загрузить из Play Market или App Gallery. В нем можно сразу настроить, из каких приложений вы будете получать уведомления. Кстати, уведомления здесь отображаются корректно, даже кириллицей. В Huawei Health также есть возможность мониторить уровень заряда браслета, менять циферблаты, устанавливать будильник, обновлять программное обеспечение. Часы традиционно умеют показывать погоду в текущем расположении. Возможность управлять плеером на смартфоне также предусмотрена. Правда, подключить наушники напрямую к браслету нельзя. У браслета нет встроенной памяти для хранения музыки. В приложении также есть возможность отслеживать расширенную статистику тренировок и показателей здоровья. Отдельное спасибо Huawei за функцию поиска смартфона. Когда браслет у вас на руке, вы можете отправить вызов на ваш смартфон и найти его. Конечно, если он в зоне Bluetooth подключения. На браслете есть возможность сбросить входящий вызов, а вот разговаривать по браслету, конечно же, нельзя. Здесь нет ни динамика, ни встроенного микрофона. Здесь доступно 96 режимов тренировок. Правда, обнаружить их в меню браслета будет непросто. В разделе тренировки можно будет нажать на кнопку виджеты и там отметить галочками тренировки, которые вам нужны в основном списке, помимо изначально представленных. Еще один большой плюс – возможность управления музыкой во время тренировки и автоопределения некоторых типов активностей – ходьбы бегаэллиптического тренажера. К сожалению, в Huawei Band 6 нет встроенного GPS-модуля. Построение маршрута вашей тренировки будет происходить только с помощью GPS-модуля вашего смартфона. Синхронизировать данные о вашей активности и о ваших тренировках можно с приложениями Google Fit и MyFitnessPal. Среди преимуществ браслета можно упомянуть наличие актуального датчика измерения уровня кислорода в крови – SpO2. Благодаря технологии мониторинга пульса TrueSync 4.0 ваше сердцебиение будет корректно зафиксировано. В приложении можно настроить выдачу предупреждения, если пульс будет слишком высоким или слишком низким. Также благодаря технологии TrueSleep 2.0 вы можете посмотреть, сколько времени вы спали, а также сколько времени длились глубокая либо быстрая фаза сна. Кроме этого, благодаря TrueSleep 2.0 в приложении вы сможете получить персонализированные советы по улучшению сна. А вот с технологией TrueRelax вы сможете мониторить уровень стресса. Среди установленных приложений на Huawei Band 6 вы можете найти дыхательные упражнения, которые помогут вам успокоиться в моменты этого самого стресса. Согласно официальной информации производителя, на одном заряде Huawei Band 6 может прожить до 14 дней. Однако, если нагружать его активно, выставить максимальную яркость экрана, получать много уведомлений, запускать тренировки, то он будет терять по 10-12% в день. То есть его хватит приблизительно на 7-9 дней активной работы. В моем случае браслет терял по 5% заряда в день. В комплекте с Huawei Band 6 есть магнитная зарядка, которая восстанавливает заряд аккумулятора меньше, чем за 1 час. А 5 минут подзарядки дадут вам 2 дополнительных дня пользования браслетом. Друзья, давайте подведем итоги. Среди достоинств Huawei Band 6 можно выделить яркий AMOLED-экран, поддержку 96 режимов тренировок, датчик SPO2, а также автономность на уровне 14 дней. Среди недостатков это, конечно же, отсутствие GPS-модуля. Если вы рассматриваете его как такой профессиональный инструмент для спорта, то, скорее всего, это не ваш вариант, если вы занимаетесь спортом без смартфона. Возможно, есть такие люди, которые любят ходить на пробежку вот без ничего, чтобы были только TVS-наушники, часы, и больше не отягощать себя другими гаджетами. То имейте в виду, что построить маршрут своей тренировки можно будет только с помощью вашего смартфона. Понравился ли вам Huawei Band 6 и будете ли вы рекомендовать его друзьям, либо возьмете его себе? Своё мнение пишите в комментариях и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и стучите в колокольцы, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!